Это история о китобойном судне Essex, на борту которого служил старпом Оуэн Чейз, сын фермера, которому пришлось самому делать свое имя в море, зарабатывая уважение среди моряков своими навыками и знанием дела мореходного. Он давно хотел стать удалым капитаном, чтобы как следует зарабатывать на китобойном промысле. Толстосумы инвесторы много раз обещали Чейзу должность капитана, но данное в прошлом слово мало что значило для них. Более важным фактором для жадных богачей всегда были доходы. В начале 19 века кризис на рынке китобойного промысла неслабо ударил по карманам всех судовладельцев Туманного Альбиона. И в таких условиях, с выполнением слова передачи судна под командование Чейзу, работодатели решили повременить. На должность капитана они выбрали Джорджа Полларда, богатенького мальчика, который пользовался авторитетом имени своей семьи, и чей немалый достаток давно вплотную был завязан на китобойном промысле. Старенький, но капитально отремонтированный Эссекс был готов отправиться в дальнее плавание. Он выходил на промысел в конце года в числе последних, потому на борт брали в помощники даже совсем еще юных мальчишек и людей с далеко не блестящим прошлым. На опытность и слаженность команды нельзя было рассчитывать. Уже во время отхода судна от берегов острова с ведущим парусом Эссекса образовалась проблемка. Расклебывать эту кашу пришлось Оуэну, запасая заметку на вечерний вычет свежесобранных членов команды за нерасторопность. На следующий день капитан в четвертом поколении Джордж Поллард приказал опустить висели, чтобы разогнать старину Эссекса до максимальной скорости. Чейзе не понравилось такое решение. Впереди было быстрое течение гольф-стрим, потому ход корабля нельзя было разгонять больше, чем на пять узлов. Но капитан был непреклонен. Они отставали от графика на два дня. Потому, чтобы успешно поймать восточный ветер, Поллард поторапливал своих подчиненных. Быстро стало понятно, что с севера приближается шквальный ветер. Веская причина опустить не только висели, а и главные паруса судна. В ином случае волны с совокупностью с урагана могли перевернуть корабль. Поллард прекрасно знал об этом и сделал верное решение направить Эссекс прямо в шторм. Успешно погубить себя и свою команду и потом вернуться домой брасом, принеся домой славу и репутацию великого мореплавателя и китобоя. В шторме корабль сильно потрепало. Только благодаря Чейзу и второму помощнику удалось спасти матч Эссекса. После пережитого, как и все успешные начальники, капитан обвинил подчиненного чейза в своих недопустимых ошибках и уже собирался развернуть маршрут корабля в родную гавань на ремонт. Оуэн высказал недотепе Полларду все, что о нем думают, не ожидая взамен любви и уважения, и попытался переубедить упрямцев и пендрежника не возвращаться домой, а починить паруса самостоятельно, заполнить трюм бочками жира и по возвращению на родные берега разбежаться в разные стороны навсегда. Гордец Поллард проглотил дерзкое поведение чейза и, несмотря на задетое самолюбие, все-таки изменил вспыльчивое решение возвращаться. Скоро на пути у бесстрашных китобоев появились кашелоты. Они хорошо поохотились, но такого скудного улова было недостаточно, чтобы заполнить трюм даже на четверть. Бочки все так же оставались пустыми. На дальнейшем пути китов больше не было, потому у команды не оставалось иного выбора, кроме как идти дальше. За месяц Эссекс обогнул мыс Горн и покинул Южную Атлантику с осколком надежды на богатый улов. Но в Тихом океане лучше не стало. На пути киты попадались очень редко. Год поисков добычи почти не дал никаких результатов. Трюм все так же оставался почти пустым. Эссекс подошел к берегам Эквадора, чтобы на берегу пополнить запасы, отдохнуть и разведать у местных капитанов обстановку в здешних водах. Капитан Клементо Пиларис, который потерял свой корабль Санта-Марию, рассказал историю, что он со своей командой отправился в такую даль, в которую отчаивались уйти только безумные. Тысяча миль вдоль экватора, расстояние, где суеверные моряки верили, что земля заканчивается обрывом. Именно туда киты уплыли подальше от людей. Там, по словам капитана Клементо, их было сотни, тысячи. За день, по словам капитана, можно было набрать три тысячи бочек жира без проблем. Но там было нечто, что помешало им набить триумдоотказа. Глаза Клементо наполнились страхом при упоминании причины крушения его корабля. Он описал огромного кита сто футов в длину, с белым цветом кожи, как алебастр. Капитан Санта-Марии привык, что никто не верит в его росказни, потому когда услышал насмешки над его историей, поблагодарил собеседников за выпивку и удалился. А еще этот белый кит станцевал вам джигу и карманы обшарим. Ничто не могло сдержать капитана Полларда и его людей. Благоприятный юго-восточный ветер был в самом разгаре, а значит при таких раскладах через полгода они будут уже дома, с полным трюмом жира. Жадность овладела капитаном Джеком и его старпомами. Но чем дальше они отдалялись от берега, тем больше волновалась команда. Уходить так далеко от берегов в открытые воды океана было глупостью. Даже новичок Юнга понимал это. Но переубедить капитана было уже невозможно. Несколько месяцев спустя, когда Веру сменила сомнения, а надежда стала суеверием, идея преодолеть тысячу лик по экватору все-таки оправдала себя. На горизонте заведнелись столбы фонтанов, это были киты. Их было сотни. Счастье, которое испытала команда, когда капитан Поллард отдал приказ шлюпки на воду, не поддается описанию. Все хотели домой, оставалось лишь хорошенько поработать и дело в шляпе. Когда команда начала охоту, кое-кто начал мешать им спокойно убивать китов. Шлюпка Чейза как перышко подлетела в воздух, выкинув за борт всех, кто находился в ней. Очутившись в воде, Чейз и остальные увидели хвост того, кто заставил их искупаться. В попыхах Чейз и его матросы вернулись на корабль, собираясь подлатать шлюпку и как можно скорее вернуться к охоте. Амбициозные планы китобоев снова были нарушены. Удар страшной силы неплохо встрепенул всех, кто был на борту Эссекса. Никто не понял, что произошло. Когда Чейз спустился в трюм, произошел еще один удар, еще большей силы. Чейз принял вызов. Он приготовил для дерзкого кита самый большой гарпун, что имелся на корабле. Он выждал момент и произвел бросок с носа корабля. Точное попадание не смутило белого гиганта. Веревка, привязанная к гарпуну, сработала против Старпома и его людей. Потому что когда кит пошел на дно, то потянул с собой все, что находилось у веревки на пути. Силы белого кита было достаточно, чтобы утянуть судно вместе с собой на дно. Благо веревка не выдержала и лопнула сама. Чейз пытался ее обрезать, чтобы она не поубивала полкоманды. Силище белого кита было настолько велика, что он с легкостью сломал мачту корабля, до которой он был привязан. Мачта как спичка сломалась и рухнула на головы команды, стряхивая тех, кто сверху. Последствия атаки белого кита были слишком страшными. Корабль быстро накренился. Капитан Полар заметил это слишком поздно. Когда они развернули бельмонты, корабль уже успел затонуть почти наполовину. По приказу капитана команда начала собирать все необходимое, чтобы покинуть судно. В первую очередь нужно было взять паруса и провизию. На бельмонтах у них было немного шансов выжить так далеко от берегов. Потому они должны были спешить взять как можно больше полезных запасов для будущего. Чейз решил рискнуть и пошел в каюту взять ружья, чтобы с помощью них давать отпор акулам. Опрометчивым решением было спуститься в трюмы корабля. Овен мог просто не успеть выбраться оттуда. На стремительно уходящем под воду Эссексе загорелось масло. Быстро затанцевал сильный пожар. Команда во всю глотку кричала «Мистер Чейз!», ожидая его неподалеку. Наконец Овен появился на поверхности. Ему чудом удалось уцелеть. Когда Чейз уже был на борту своего бельмонта, все уцелевшие поспешили отплыть от корабля, чтобы он не утянул все шлюпки с собой на дно. На расстоянии команда только могла беспомощно смотреть, как старина Эссекс окончательно уходит под воду. Оказаться на таком огромном расстоянии от берега, с минимальными запасами воды и провизии, каждый из уцелевших прекрасно понимал, что спастись им скорее всего уже не удастся. Капитан Поллард выделил каждому по две унции галеты в день на человека и пол чашки воды. Было понятно, что даже при таком скудном рационе надолго запасов не хватит, но других альтернатив не было. За 12 дней течение отбросило их к югу на 6 градусов широты. Это означало, что несмотря на усилия, они стояли на одном месте. Лишь переменный ветер мог помочь им вернуться на изначальный маршрут. Все это время с остатками команды капитана Полларда был попутчик. Его присутствие никто не замечал, кроме Чейза. Даже во время шторма он видел огромную, усеянную шрамами спину белого кита. Это был тот самый кит. Он терпеливо провожал потерпевших крушения людей. И момент, когда он снова решит напасть, был лишь вопросом времени. На 34-й день дрейфования в океане уже весьма измученной команде несказанно повезло наткнуться на землю. Когда они увидели берег, то изо всех сил начали грести в сторону клочка земли посреди бесконечных вод океана. Но было еще рано радоваться. Белый кит не собирался их так просто отпускать. Только Чейз сразу почувствовал опасность и сразу же приготовился драться. Белый кит с легкостью разметал шлюпки команды. Им повезло, что рядом был остров. И это дало им возможность доплыть до суши. На острове была пресная вода, заводи с рыбой и кладки яиц диких птиц. Это дало возможность команде перевести дух, напиться воды и насытиться. Но долго на этом клочке земли они не могли оставаться. Тропические птицы перестанут прилетать к гнездице, если люди продолжат разорять их кладки. В одной из пещер острова Чейз обнаружил тела. Похоже, здесь также ждали спасения потерпевшие крушение моряки. Что четко говорило о том, что маршруты кораблей здесь не проходят. Это означало, что нужно сделать попытку добраться до Большого берега самостоятельно. Для этого команда подлатала разбитые китом бельботы и подготовилась по максимуму к затяжному плаванию. Четверо членов команды приняли решение остаться. Они верили, что какой-нибудь корабль подберет их. На 48-й день дрейфования один из членов команды умер. От отчаяния Чейз и остальные приняли тяжелое решение использовать тело усопшего в пищу, дабы выжили остальные. На 71-й день на шлюпки капитана Полларда потянули жребий. Один из команды должен был пожертвовать собой для спасения остальных. Короткую вытащил капитан, но остальные были не согласны с этим. Несмотря на угрозу погибнуть от обезвоживания и голода, оставалась еще одна опасность, которая не покидала их все это время. Белый Кит снова напомнил о себе. Оуэн хотел было метнуть в кита гарпун, в какой раз пытаясь убить гада. Но после того, как Кит заглянул Чейзу в глаза, тот передумал. Это решение спасло им жизнь, потому что Белый Кит не стал топить ихние скорлупки. На 90-й день дрейфования в океане, Оуэн Чейз и трое его подчиненных услышали крики чаек. В этот день они были спасены. Их прибило волнами к берегам чилийского острова Мас-Афуэйра. Также спасли Бельмонт Капитана. На его борту остались лишь двое выживших. Остальных двоих им пришлось съесть. Жители острова ухаживали за выжившими потопленного Эссекса как могли, пока они не покинули остров на корабле. Через три месяца пути выжившие высадились в порту Нантакета. Люди встретили их молча, разглядывая словно призраков. Оуэн Чейз, как и обещал, вернулся к своей жене и уже подросшему ребенку. Но не успел он ступить на сушу, как его попросили виться в судоходную компанию. Толстосумы хотели, чтобы огласки с крушением Эссекса не было. Чейзу предлагали звание капитана и хорошую репутацию в Нантакете. Если только он соврет всем, что Эссекс сел на мель. И никакого морского чудовища в тех водах не было. Чейз отказался делать это. И капитану Полларду предложил сказать правду. Оуэн Чейз был человеком слова. Он нашел корабль и вернулся на остров, где остались четверо из команды. Трое из них каким-то чудом выжили. По происшествию времени, Оуэн Чейз забрал свою семью с Нантакета и перебрался в Нью-Бэтфорд. Тогда он начал с чистого листа. Стал капитаном торгового судна, плавая на своих условиях, независимо от прихоти судовладельцев. На этой положительной ноте история об отважном мореплавателе Оуэн Чейз подошла к концу. Если вам нравятся мои труды, поддержите канал лайком, подпиской и комментарием. Спасибо. Пока на этом все. До скорого.